Румыния и Болгария могут забыть о Шенгенской зоне. Надежды этих двух стран разбили Франция и Германия. Они заявили, что пока не готовы открыть свои границы для восточных соседей. Официальное объяснение отказа, серьезные проблемы с коррупцией и преступностью, решить которые Румыния и Болгария пока не в состоянии. О реальных причинах Андрей Леонов. Скандальное заявление Франции и Германии фактически разделило Евросоюз на полноценных и неполноценных стран-участниц. Тем, кому доверять можно и тем, кому доверять ни в коем случае нельзя. Они, Болгария и Румыния, понимают, что двери перед ними не закрыты. Но эти двери не откроются шире до тех пор, пока мы не будем уверены, что у нас не случится буря. Лоран Вакье, министр по европейским делам Франции. О буре случится обязательно, уверены хозяева Евросоюза, Франция и Германия. Уж слишком велики отличия между западными и восточными странами-участницами. По крайней мере, так считают в Париже и Берлине. Между тем, отношения в стиле «все равны», но некоторые ровнее других, возмутила официальный Бухарест. Румыния выполнила все технические требования, выставленные участниками Шенгенского соглашения. С моей точки зрения, заявления двух министров являются дискриминационными, так как были высказаны новые условия, не соответствующие действующему законодательству ЕС. Троян БССКУ, президент Румынии. Но на всякий случай БССКУ пообещал ускорить административные реформы, усилить борьбу с преступностью и коррупцией. С обещаниями все исправить в лучшем виде выступила и официальная София. Впрочем, теперь любому ясно, никто из полноправных стран Евросоюза с приемом в шенгенскую зону болгар и румын торопиться не будет. Ни в марте месяце следующего года, как планировалось прежде, ни позднее. Если Румыния и Болгария войдут в шенген, их границы станут нашими, что влечет серьезные последствия и влияет на нашу внутреннюю безопасность. Ларен Ваке, министр по европейским делам Франции. Другими словами, Болгария и Румыния для Старого Света всего лишь буферная зона. Балканские страны из кожи вон лезли, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза, жертвуя, по сути, политической и экономической самостоятельностью, и, как теперь сами признаются, совершенно зря. Реальное объяснение отказа состоит в том, что политические и экономические интересы западных держав больше не совпадают с интересами Румынии. Румынское информационное агентство. Но дело не в сегодняшних проблемах. Правда в том, что политические и экономические интересы запада уже несколько столетий на самом деле не менялись. Запад привык видеть в своих восточных соседях не столько Европу, сколько внешний пояс Европы, объект колонизации. Примерно так, как в свое время Испания и Португалия смотрели на Америку и ее коренных жителей. Так что второсортность Румынии и Болгарии, и не только их в Евросоюзе, не более чем отражение векового западноевропейского порядка вещей, смысл которого пополно использовать восточных соседей, для чего отказывая им в равноправии. Кстати, именно на эту особенность отношения Западной Европы к Восточной указывали русские философы еще в 19 веке. Они писали, Запад привык в бедствии и унижении Востока видеть свое величие и силу. Между тем из этого нужно сделать практические выводы для России. Вопрос о безвизовом пространстве для нашей страны – это не вопрос миграции, коррупции, изменения юридической системы. Это вопрос изменения кардинальных подходов между Западом и нашей страной. Если этого не сделать, нормальных отношений Запада и Востока не будет и в ближайшие годы. Андрей Леонов, Денис Андреевский, Максим Давыдов. Центре событий.